Привет, меня зовут Виктор Демерли, и я являюсь основателем онлайн-школы Таро Гуру, которая за последний год принесла мне более 8 миллионов рублей. Также я являюсь резидентом акселератора вот уже более года, за что очень благодарен акселератору, что он открыл для меня нишу онлайн-образования, построения онлайн-школы. Так как у меня эзотерическая тема, эзотерическая мягкая ниша Таро, то не удивляйся, что мы сегодня будем говорить о таких вещах, о том, как тебе нужно вырасти духовно, чтобы, собственно, увеличить свои финансовые результаты. Первое, что тебе нужно запомнить, никогда не относись к любой новой информации, которая приходит в твою жизнь, как к той, что ты уже знаешь. Даже если это что-то, что ты уже сто раз слышал, отнесись к этому так, чтобы посмотреть на эту мысль под новым ракурсом, потому что даже в том, что тебе тысячу раз было уже известно, ты можешь узрить новое, если уберешь вот эти фильтры, фильтры всезнайства, как я их называю, и посмотришь на конкретную вещь по-новому. Во-вторых, не жди такого, что у тебя все будет так гладенько, и ты будешь понарастающей, добиваться результатов с каждым шагом все выше и выше. Обязательно будут падения, будут какие-то неудачи, будут расстройства. И буквально год назад меня любая такая мелочь могла выбить из колеи. Сейчас я прекрасно понимаю, что не количество падений определяет твой успех, а то, как ты после них реабилитируешься, как ты встаешь, что ты делаешь, какие выводы ты делаешь и как ты меняешь свои действия в дальнейшем. Представь, что ты — это вот такой кружочек, а то, до чего ты хочешь дотянуться, находится где-то вот здесь или вот здесь, за его гранями. Вместо того, чтобы тянуться к этому, я предлагаю расти. Когда ты духовно растешь, ты представляешь из себя больше, ты вмещаешь больше, ты занимаешь больше пространства, у тебя появляются квартиры больше, у тебя появляются машины больше. Поэтому расти духовно, внутренне, и все, к чему ты ранее старался дотянуться, оно станет плавненько входить внутрь твоих границ. И это все будет происходить очень органично. Порой это происходит так, что ты даже сам того не замечаешь. Запиши себе в арсенал такую программу, как OBS Studio. Это программа с открытым кодом, что значит, что ты можешь использовать ее абсолютно легально, она бесплатная. Что он позволяет делать? Он позволяет тебе в один видеоряд поместить твое изображение, твое видео и твою презентацию. И при этом ты сможешь делать стримы, делать вещания абсолютно на любой платформе, даже на собственном сайте, где тебе не придется платить ни за какие дополнительные сервисы. Ты можешь буквально с нулевыми вложениями провести этот стрим. Один из больших уроков, которые я получил в акселераторе, это то, что старайся учиться не только у тех людей, с которыми тебя отделяет много-много лет опыта, порой даже десятки лет опыта. Старайся учиться у тех, кто еще месяц, два месяца назад был на твоем месте и уже получил результат. Когда ты слушаешь лекции какого-нибудь спикера, который 10-20 лет назад начинал свой бизнес, и вот он стал крутым, и теперь он этим делится, ты прекрасно понимаешь, что 20 лет опыта вас разделяют, и ты думаешь, ну вот там совпало очень много чего, почему у него так получилось, у меня, возможно, так не получится. А когда ты слушаешь человека, который повторил это, ну максимум год назад, да, месяца, лучше еще недели назад он решал те задачи, которые ты стараешься решить сейчас, то это работает так, что чувак это сделал за неделю, чем я хуже, я это сделаю, я возьму и повторю. Это очень-очень тонкая вещь. Все твои знания, все твои умения и твои собственные качества – это одна часть успеха. Вторая обязательная часть успеха – это люди, которые тебя окружают. Когда рядом люди, которые наполнены, преисполнены и готовы делиться, ты сам становишься таким же, ты заражаешься от этих людей, твои результаты, твоя работоспособность, твоя ресурсоемкость, она становится больше. И ты, в свою очередь, в дальнейшем становишься таким человеком для своих приспешников, ты начинаешь делиться и сам не замечаешь, как становишься именно тем, кому обращаются за помощью, потому что ты знаешь, что нужно делать. Давай теперь поговорим о преимуществах онлайн-бизнеса над офлайн-бизнесом. За предыдущий год я сделал 8 миллионов рублей на своей онлайн-школе «Таро Гуру». И кто у нас был в команде? Это я, это мой эксперт-носитель знаний, и это еще одна помощница на окладе в 15 тысяч рублей. То есть, ребят, тут нету огромной группы из 20-30 человек, которая бы к этому привела. Это просто понимание того, как это работает, это просто в определенных моментах не лениться, а делать. И это просто идти к своей поставленной цели и знать, что она достижимая. Очень важной штукой является намерение, и оно очень сильно отличается от желания. То есть, просто желать – это воображать, как было бы клево иметь. Намерение – это когда ты уже знаешь, что ты достоин, ты уже знаешь, что у тебя это будет, и ты просто идешь к этому, ты просто получаешь то, что уже твое. Естественно, одна из самых крутых штук в онлайн-бизнесе – это то, что ты можешь работать откуда угодно. Раньше я относился к работе как к чему-то, что так, мне нужно сесть за стол, мне нужно 5-6 часов времени, чтобы сконцентрироваться, погрузиться и начать работать. Ребят, 15-20 минут времени, которые вы можете выкроить, просто общаясь с друзьями, отойдя в соседнюю комнату, вы просто можете открыть свой лаптоп, подключиться к Wi-Fi и сделать какие-то действия, проконтролировать конверсию рекламы, изменить пару блоков на Лендосе. Это все делается очень просто. Как открыть свою онлайн-школу с нулевыми финансовыми вложениями? Я скажу так, я открывал свою онлайн-школу, инвестировав 20 тысяч рублей. Ребята, вы что-то кушаете 2-3 раза в день, да? Потерпите немножко день, 2-3, попейте водичку. Вы можете сколотить небольшие деньги, 2-3 тысячи рублей, которые будут достаточны для того, чтобы стартануть. Есть способы стартануть совсем без денег, но вы потратите уйму своего времени, вы потратите полгода времени для этого. Поверьте мне, лучше где-то подсократить расходы и выкроить 2-3 тысячи, которые вы можете инвестировать в гарантированный результат. Первую свою рекламу на свой первый вебинар мы запустили за 2-2 500 тысячи рублей. Мы делали это на Фейсбуке. Мы получили более 100 регистраций. То есть вы можете посмотреть, около 20 рублей за приведенного человека. Это очень низкая цена лида. Плюс к этому 5 тысяч рублей я потратил на то, чтобы купить веб-камеру. Вы можете это сделать, купив ту, которая стоит 500 тысяч рублей. Поверьте мне, этого будет достаточно для старта. С первого вебинара мы сделали порядка 200 тысяч рублей. Ребята, я настоятельно рекомендую вам посетить бесплатный вебинар Дмитрия Юрчинга и Сергея Капустина, на котором вы узнаете очень много полезных штук. И самое главное, у вас сложится четкое понимание, как именно вы можете открыть свою онлайн-школу в очень короткие сроки. Не пожалейте своего времени, это стоит того. Регистрируйтесь по ссылке в описании к этому видео.